Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Время – магический ресурс. Время – то, что мы не ценим, не можем уловить, тратим его попусту на пустые разговоры, на нелепые развлечения, в пустоту. Делаем себя слабыми. Не магическими существами, а кусками мяса и костей, которые могут позволить себе разбрасывать время, как будто мы бессмертные. И на самом деле магическая сила, магическое умение – это научиться пользоваться, научиться жить осознанно. Осознанно жить – это тратить свое время для получения, для набора опыта, для получения бытийной массы. И время – тот ресурс, который неоднозначный, он всегда идет по-разному. Для детей время течет медленно, для людей, которые постарше, быстрее, для стариков оно летит очень быстро. В конце концов, в какие-то моменты вы можете понять, что вы чувствуете, что недели, месяцы, годы начинают пролетать мгновенно. Вы думаете, блин, а уже еще прошло там пять лет. И это не индивидуальное восприятие времени, а это время для вас. Знаете, в разных мирах время тоже летит по-разному. В мирах жестких, в мирах адских оно идет очень медленно. И подчас дни у нас там являются минутами или секундами. В мирах высоких время летит очень быстро. Все, друзья мои, относительно. Но мы живем в этом магическом потоке времени. Ну, сейчас не о времени, друзья, а о колдунах, которые научились с помощью своих ресурсов забирать время у людей, забирать годы их жизни. Путем различных хитрых манипуляций и колдовства. И забирают, забирают жизнь у молодых людей, забирают счастье, забирают их ресурс. Мы много с вами говорим об этих странных злых ритуалах. Но вот в последнее время несколько раз мне встречались люди, которые приходили ко мне на консультацию, с которыми мы работали, смотрели их энергоцентры на их руках. Да, вот это было несколько случаев, когда на руке человека, когда мы просматриваем потоки канала Удачи, вдруг возникает образ часов. Часы, которые, ну, они бывают на разных ремешках, разные там, командирские, дамские. Сейчас уже нет, друзья мои, такой моды. Но, во всяком случае, часы с остановившимися стрелками. Обычно это бывают часы. И смотришь, чувствуешь и видишь, что это часы, которые остановились на определенном времени. То есть это колдовское действие, когда колдун делает такой обряд и забирает время, забирает ресурс у человека. И либо человек не развивается, да, то есть его жизнь, его судьба, его счастье останавливается. И он все время как бы зациклен, ходит по кругу, и у него ничего не получается. А у колдуна получается. То есть он за счет ресурса этого человека, ну, более осознанно, осмысленно живет, получает то, что принадлежит этому человеку по праву. Каким образом это происходит? Часто это достаточно, ну, может быть, даже простой такой ритуал. Вот принято, к примеру, у цыган, они очень часто спрашивают, чтобы зацепиться за человека, который час. Да, обычный вопрос, там, когда вы идете, и вдруг вас спрашивают, который час. И вы должны посмотреть на часы, или теперь уже, может быть, на телефон, и называете человеку время. А во время этого, когда вы открыты и произносите эти слова, колдун, там, цыганка или еще кто-то, может вот за эти слова зацепиться и украсть у вас, там, месяцы или годы жизни. Вы, там, к примеру, сказали 15-15, да, или, там, 3 часа. И в это время колдун произносит особые слова про себя, шепотком, может быть, может быть, даже вы слышите, что он что-то губы шевелится, произносит слова, там, время забираю, жизнь забираю, тебе свои беды оставляю. Ну, какие-нибудь примерно такие слова. Может быть, вы даже слышите, может быть, чувствуете, что что-то не так. Время этого человека не интересует, а его интересует ваш ресурс. Это не значит, что у вас после этого появятся вот эти вот сломанные часы на руке. Это другой ритуал. Но украсть время, и за это время вот колдун ходит и спрашивает, да, он смотрит, люди потенциально с, ну, у которых есть что брать. Не какие-нибудь, там, пожилые, больные люди, а люди здоровые и молодые. Да, молодой человек, который сейчас час. И вы искренне, да, там, ну, или по ходе говорите это. Время украли, там, три года жизни, пять лет жизни. Или ваш потенциал, даже, даже год, даже месяц, да, а вот его у вас нету. Его у вас украли, украденное время. Помните, был такой советский фильм старый, когда там старики-волшебники, да, там, превратились в детей. Тоже они отлавливали, делали ритуалы. Ну, такой детский фильм, там какие-то известные артисты играют, когда у детей украли время, они стали стариками, а колдуны стали молодыми. Забавный фильм, но в нем есть действительно смысл. Есть вот такая соль, что действительно такие ритуалы существуют. Их много форм, и в разных традициях они присутствуют. Кража вашей, вашего времени, вашего потенциала. В различных формах. Ну, вот, к примеру, с остановившимися часами, это человека останавливают и забирают его, как бы его примораживают в каком-то состоянии и перекладывают либо болезнь, либо несчастье. И пока вы эти часы не снимете, личное время человека не пойдет, да, он живет и мучается. И часто проблемы того, кто эти часы надел, или проблемы, колдун там с кого-то снимает и на вас перекладывает. Пока вы эти часы не снимете, жизнь превращается, ну, в что-то такое, в сплошное мучение. Ну, а с вопросом, который сейчас, друзья мои, сами понимаете, вот, подловят вас. В принципе, да, отвечать на это не стоит. Можно, если вам неудобно, попробовать либо показать человеку, да, вот, сколько времени, там, на часах или на телефоне, не произнося это вслух и мысленно, мысленно отрезая все эти, говоря про себя. Время свое оставляю себе, твои пожелания возвращаю. Ну, вот что-то такое, своими словами, да, то есть отрезать. Ничего своего не отдаю, все мое, это мое. Время мое, силы мои. Если чувствуете, что есть колдовство, если это произошло уже, вы думаете, что, что такое с вами было, и после этого, к примеру, это произошло, там, 3-5 лет назад, надо вызвать образ, вспомнить этот момент, когда вы помните, что что-то такое произошло, кто-то вот спросил, и после этого у вас все пошло кувырком, стало там болезни какие-то, надо постараться вызвать образ этого человека и забрать свое. То есть это как примерно в практике перепросмотра. Ставите образ этого человека, даже мало знакомого, если вы его смутно помните, но помните, что это происходило. Вызываете образ и начинаете дышать. Так, немножко покачивая головой от левого плеча к правому, забираете свое и возвращаете все чужие пожелания. Прямо так дышите. Забираю свое, отдаю чужое. Пока образ этого человека, да, то есть он может быть смутный, может быть яркий, вы как бы забираете свой потенциал, такую вот эту золотую серебряную энергию, собираете ее себе, она течет от него. Пока образ этого человека не станет совсем как сухой такой, как памятник на могиле или вообще как сухой песок, не начнет рассыпаться. То есть тогда вы, получается, все свое забрали, все вернули тому негативному человеку. Как, знаете, бывает тоже в фильмах, да, вот такие ключи бывают, фильмов каких-то магических, когда вроде бы там такая молодая женщина сильная или молодой мужчина-колдун, который вот со всех все собирает, и вдруг в какой-то момент все ему так возвращают и забирают ресурс. И там молодое лицо начинает прямо сначала стареть, стареть, а потом просто рассыпается в прах и в пыль. В принципе, да, вот это вот визуальные такие показатели, как это должно происходить. Так что, друзья мои, а колдунов очень много. И в церквях, и в общественных местах, и на работе, и среди родственников очень много вот этих вот таких хитро выдуманных, которые пытаются забрать ваш ресурс. Особенно охотятся, конечно, за детьми, за молодыми людьми. И часто бывает ребенок, который ничем не защищен, а родители не думают об его безопасности. Вот какая-нибудь такая ведьма заберет вот этот потенциал молодости. Почему эти старухи охотятся за молодыми? Потому что у них потенциал и по ним незаметно. Просто ребенок какой-то становится, либо сжимается, становится очень каким-то грустным, развитие его останавливается, даже может впасть в какое-то там слабоумие. Либо здоровье начинают какие-то постоянные болезни. То есть вот эти колдуны за детьми охота, конечно, идет. Потому что, ну, со старого человека или с человека уже пожившего, ну, что взять? А вот дети – это ресурс и потенциал. Поэтому вот эти ведьмы из пряничных домиков, эти колдуны очень охотятся за молодой энергией. Вот это вот там на тебе, девочка, там мальчик, конфетку, на тебе игрушечку. Да, вот дают что-то, а забирают, забирают. Вот какие-нибудь пытаются все время с детьми разговаривать. Да, такие, ой, какой хороший мальчик, ой, какая хорошая девочка. А скажи, пожалуйста, да, там, а вот там ты хочешь это? Да, и ребенок говорит, да, там, хочу. А ты хочешь там мороженое? А ты хочешь, чтобы там быть там хорошей, красивой? Да, вот ребенок говорит, да, да. То есть вот на этом вот эти, а они договора, договора. Там, забираю, забираю, вот эти вот старухи, как пиявки, насосутся вот этой детской энергией. Поэтому часто они в детских учреждениях, в детских садах, когда они имеют там в школах доступ к... И дети, ну, заболевают, какие-то несчастья, болезни, проблемы, подчас достаточно смертельные. Поэтому похитители времени, злые колдуны. Как много тонкостей. Здесь нету таких рецептов, друзья мои. Но самое главное, это в первую очередь осознать, а потом постараться все это обернуть вспять, даже если прошли уже годы. Даже если вы были этим мальчиком и девочкой, и вас нахлобучили, и вся ваша жизнь пошла наперекосяк. Не значит, что все, все насмарку. Надо вернуться, забрать свой потенциал, и начинать даже там с каких-то, может быть, преклонных лет двигаться вперед. Да, много, в одну кучу все намешал. Хотя здесь вот тема для многих видео. Но, друзья мои, я хотел сказать об одном, о потененном времени, о вот этих сломанных часах, которые буквально недавно... получилось так, что с разницей в две недели с двух человек снимал эти часы. На одном мужчине это были командирские часы, разбитые. да, с время, там даже время, время было, время было 15-10, что ли, 15-10, вроде того. И еще, и еще там был человек до этого. Да, друзья мои, колдуны, колдуны и время. Да, вот тут над моей головой, помните, те, кто помнит мои ранние видео, здесь часы, которые стоят, стоят на определенном времени. Они все спрашивают, остановившиеся часы, это плохо. Но эти часы особые, и они показывают особое время. Особое время. Особое для меня, а не для вас. Но, это тоже имеет, любая мелочь имеет магическое значение. Даже эта офицерская сабля над моей головой. Все, драгоценные, пока, счастливо.